В последнее время на фронте происходят значительные изменения, направленные на повышение эффективности и снижение потерь. Трагедии, связанные с атаками безогневого прикрытия на северском направлении, не остались без внимания. Арестованный командарм 3-й армии и комбриги 6-й, 7-й и 123-й бригад залож о взятии населенных пунктов и напрасную гибель личного состава. Это стало началом серии арестов и изменений в командном составе. Министр обороны Белоусов решил не ограничиваться точечными воздействиями и отправил на фронт спецпредставителей. Военблогер Роман Алехин отмечает, что их работа уже привела к изменениям и арестам командиров на северском направлении. Теперь, после доклада об освобождении населенного пункта, представитель Минобороны предлагает командиру подразделения проехать в освобожденный населенный пункт вместе. Это позволяет выявлять ложь и принимать меры, включая отставки и задержания. Военные волонтеры и блогеры, такие как Владимир Романов и Михаил Полынков, подтверждают аресты высокопоставленных командиров и утверждают, что это только начало. Они указывают на роль одного известного человека, который сумел донести правду до Генерального штаба, запустив механизм самоочистки ВС России. Однако, имя этого человека пока остается в тайне. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что для искоренения подобных ситуаций необходима системная работа. Он напоминает, что в годы Великой Отечественной войны у Сталина было несколько источников информации о положении на фронтах. Шурыгин предлагает создать институт представителей Генштаба и вывести политуправление из подчинения Министерству обороны, сделав его самостоятельной структурой при администрации президента. Это, по его мнению, позволит получать объективные доклады о морально-политическом состоянии войск и их реальных потребностях. Таким образом, на фронте начинаются значительные изменения, направленные на повышение эффективности и снижение потерь. Остается надеяться, что эти меры приведут к положительным результатам и улучшению ситуации на линии фронта. Уже сейчас главная военная прокуратура инициировала процесс привлечения к уголовной ответственности Ильи Тимофеева, бывшего начальника службы утилизации главного автобронетанкового управления Минобороны. Обвинение связано с использованием служебных полномочий вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия. Адвокат Юлия Ниченко сообщила, что новое обвинение касается заключения пяти контрактов Минобороны со спецтехникой. Прокуратура направила главному военному следственному управлению СКР поручение о преследовании по пункту Б, части 2, статья 285.4 УК РФ. Адвокат Ниченко подчеркнула, что дело ее подзащитного имеет полную взаимосвязь с делом в отношении топ-менеджеров, спецтехники, которых обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа организованной группой, что также повлекло тяжкие последствия. По информации СМИ, в сентябре главное военное следственное управление СКР возобновило расследование уголовного дела в отношении Ильи Тимофеева. Полковник обвинялся в незаконном допуске к работе со списанной бронетехникой компании, не имевшей соответствующей лицензии, а также в получении взяток от другой фирмы. Позднее с него сняли обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Таким образом, дело Ильи Тимофеева продолжает развиваться, и новое обвинение может привести к серьезным последствиям для бывшего начальника службы утилизации. Продолжение следует...